Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владею личного подсобного хозяйства. Кажется, еще была только весна, и я рассказывал про посадку капусты, а уже собираю первый урожай. У меня выросла брокколи и ранняя капуста июньская. Сегодня я хотел бы поделиться с вами своим опытом выращивания капусты и борьбы с вредителями, чтобы урожай был здоровый. В этом году у меня было очень много рассады и много пустой площади, поэтому я и высадил большие площади капусты. Порядка 150 корней позднеспелой капусты, это сорт белорусская поздняя. Примерно 50-60 штук ранней капусты, это сорт июньская. По 30 штук капусты брокколи и цветной капусты и примерно 30 штук среднеспелой капусты различных сортов. Высаживал капусту я с 12 по 17 мая. Можете посмотреть, как хорошо она развивается. Хотя сроки посадки были немного поздними, обычно я высаживаю капусту в конце апреля, либо начале мая. Однако у нас тепло, проходят дождики, почва хорошо заправлена и капуста отлично развивается. Листья у капусты здоровые, признаков болезней нет никаких, нет различных вредителей на листьях, а значит урожай будет хорошим. Итак, как же достичь успехов при выращивании капусты, чтобы урожай был гарантирован, чтобы капуста хорошо развивалась? Во-первых, это соблюдение севооборота. Капусту можно возвращать на прежнее место не ранее, чем через 5-7 лет. Второе условие – это подготовка почвы. Почва для капусты должна быть нейтральной, она не должна быть кислой, ведь в кислой почве капуста будет развиваться плохо. Поэтому перед посадкой в лунку я добавлял по горсти золы. Она не только раскисляет почву, но и обогащает ее полезными микроэлементами, нужными для развития капусты. Кроме золы, под перекопку для подготовки грядки я вношу очень много перепревшей органики. Это перепревший компост, либо перепревший навоз. Почва должна быть рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Тогда растения будут хорошо развиваться. Третье условие для хорошего развития капусты – это подбор сидоратов. Многие дачники на приусадебных участках высевают крестоцветные сидораты, такие как белая горчица, масечная редька, либо рапс. Но нужно учитывать, что крестоцветные культуры – та же капуста, редька, дайкон, редис и крестоцветные сидораты – имеют общих вредителей и общее заболевание. Если вы высеваете такие сидораты у себя в огороде, то после них ни в коем случае нельзя высаживать капусту. Капуста будет болеть и поражаться различными вредителями, которые разводятся в крестоцветных сидоратах. На своем участке я стараюсь не высевать крестоцветные сидораты, а заменяю их другими. Например, той же фацелией высеваю кормовой горох, либо синий люпин. Они хорошо оздоравливают почву и не имеют общих вредителей с капустой и с многими другими овощными культурами на нашем огороде. Теперь поговорим о самих вредителях. Капуста имеет множество вредителей. Это и крестоцветная бложка, это и белянки, совки, различные гусеницы и жуки. Кто только не ест нашу капусту. В моих условиях наиболее опасными вредителями, которые все-таки иногда могут появиться на моих грядках, является белянка, гусеницы-белянки, которые поедают листья капусты, а также крестоцветная бложка. Против данных вредителей я стараюсь не применять химию. Особенно на ранней спелой капусте, капусте брокколи и цветной капусте. Я применяю все же биопрепараты. Для профилактических обработок я использую такие препараты, как битоксибацелин и фитоверм. Вот у меня всегда есть в запасе такие препараты. Ими я обрабатываю капусту. Это касается в большей степени ранних сортов. Они созревают очень быстро. Уже вот июньскую капусту я убираю. Убираю брокколи, скоро буду убирать цветную. На них я применяю только биопрепараты, потому что различные химические препараты могут на долгий период накапливаться в тканях растений. И, конечно же, такой урожай в пищу не следует употреблять. Что касается капусты поздней и среднеспелых сортов, то на таких сортах все же я иногда применяю химию. Есть определенные моменты. Иногда не получается вовремя обработать капусту. Например, не успел приехать на дачу. Либо не было времени. Шли дожди. А за это время на капусте уже размножились вредители. И биопрепараты попросту могут не помочь. Уже упущено время. Вредителей полно. Их нужно срочно уничтожить. Вот в эти моменты я и применяю химию. Ведь срок созревания поздней капусты и среднепоздней капусты довольно длительный. И если обрабатывать эти растения химическими препаратами, то к моменту сбора урожая, а как правило это октябрь месяц, такие препараты уже могут нейтрализоваться. И урожай будет безопасен для употребления в пищу. Для обработки поздней капусты я использую препарат Сэмпай. Это специальный препарат, предназначен для обработки капусты. Он хорошо справляется с широким спектром вредителей. Это те же совки, это крестоцветная обложка и различные гусеницы. Срок ожидания этого препарата 30 дней. Через 30 дней урожай уже можно употреблять в пищу. Период защитного действия примерно 2 недели. В одном из роликов я рассказывал о борьбе на капусте со слизнями, про мальчирование крапивой. Были, конечно, и положительные комментарии, но были и негативные. Хочу сразу отметить, что на моем участке слизней не так уж и много. И даже небольшое мульчирование, обсыпание, например, яичной скорлупой либо молотыми ракушками вокруг растений довольно-таки эффективно помогают мне побороть слизней. Большого урона урожая мне они не причиняют. Но у людей, конечно же, появляются проблемы. У многих на участках слизней очень много. Рядом есть заброшенные участки, не скошная трава. А это идеальные условия для развития, для размножения и для распространения на соседние участки слизней. В таких случаях, конечно, самые простые агротехнические приемы не всегда помогают. И следует применять различные отравляющие вещества и приманки. Сейчас в продаже очень много различных препаратов от слизней. Это тот же слизнеед, это улицит, это отравляющая приманка борг. Они эффективно помогают избавиться от слизней. Но самое главное условие, чтобы на вашем участке не было слизней, это, конечно же, идеальный порядок на участке и в огороде. Не должно быть никакой большой сорной растительности на грядках. Трава вся по периметру участка в саду должна быть покошна. Не должно быть никакого хлама на участке. Куча ветвей, куча какого-то старого хлама. Все должно быть чисто и аккуратно. Тогда слизней будет в разы меньше. Конечно, чтобы вырастить капусту, как и любую другую овощную культуру, нужно приложить усилия. Однако, если постараться, то осенью можно собрать очень хороший урожай. Капуста хороша и для хранения, и для приготовления салатов. Все-таки это овощ традиционный для нашей культуры. Я всегда стараюсь его выращивать у себя в огороде. И вам советую. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!